День первый. Подготовка. Андрей, помаши ручкой маме. Тольятти. Подготовка. Так, блюдо первое. Раки. Я в самый ответственный момент. Вставай, Андрей. Андрей, давай. Давайте ему отправим эту фотографию. Все смотрим, смотрим, я потом напечатаю. Давайте. И... Опа! Опа! Вот раз ты увиделся, одно впечатление, а потом ты встречаешься через два-три раза. У тебя совсем другое впечатление. Поэтому, пожалуйста, я вас всех прошу, давайте, чтобы все впечатления, которые связаны с этой компанией, с нами. Они всегда были такими радостными и приятными. Приумножались в радостах. И были хорошими. И положительными. Я тебе пример приведу. Первое наше время встречи была одной, а сегодня я тебя вижу совершенно другим. Да не жури. А, кстати, я по поводу Кости, я тоже могу сказать то же самое. Он в Пензе, он в Волгодонске какой-то тихий ходил, такой молчаливый и угрюмый. А когда потом раскрылся, начал выпивать, то он стал усеон и говорит... Заговорил? Да. Вот, господи, у него еще фонарик светит. Ну вот, а дверь у тебя от лица. С Дробаком. С Дробаком. Нет, совершенно по-другому. А так было темно облаще было. Нет, нет, у меня без этого снимают. Вот, да? Вот, посмотри, давай. Вот, смотри. Нет, нет, вот, смотри. Ты на ребят смотри через свою камеру. И смотри через мою. Есть разница. Так судьба сложилась в свое время, и большие пацаны в свое время решили, что ты будешь первым пацаном. На самом деле, удивительная вообще ситуация, но и у меня был третьим секретарем осетин. И у него, жена была грузинка, он жил, был же сам из Сенвала. Вот. И у него же должна была рожать, и он отослал ее туда. Жена родила, и мы поехали, выпустили командировку по обмену опыту. И за партийный счет полетели дальше туда. И вот эту притчу я вам слышал в горах. Там, когда вот на самом деле мы сидели очень высоко-высоко, пришли, значит, была деревня, там 12 дворов, сейчас 4 жилых. Снизу поднимают вещи, насильные соль, керосин. А можно я вас перебью? Пять секунду. А вы можете вспомнить, как там жильцы встречают киноходцев? В то время нормально. Предстают всегда. Нет, я могу рассказать, как получилось. Когда мы шли в эту деревню, нас подвезли на машине, к ущелью, и потом мы пошли. И с нами шли 3 или 4 ребенка. И там дети 10-12 лет. Мне было тогда, ну, где-то, наверное, лет 25. То есть, ну, как бы я армию служил, какую-то там, партийный, 5-10. Вы знаете, я вот в эти буры шел, и вот понимаешь, что я уже идти не могу. На детей глянусь, думаю, ну, дети же идут. Они там не росли. И опять идут. Спускаться будет легче. Другая история. Спускаться тяжелее. Ну, давай притчи ближе, ближе. Когда мы пришли в деревню, не, я отвечаю на вопрос, пришли в деревню, и там, значит, пасутся коровы, овцы, косы, там, куры, гуси. И дядя, моего друга, он по-русски не разговаривает, он там посмотрит, и вот там, дядя. Вы знаете, вот так вот мужик. Я же не понимаю, о чем не поговорю. Он так раз, куда-то не холкся, но выбегает, с кулаочкой с такой, надрел ручки, подбегает, вот такой, телушки, ну, телушки, уже полукоролье, да? Впрочем, ты что, гость пришел? Понимаешь, вот как меня встречали Пришел сразу, вот эту вот приготовили и так далее А притча была там очень такая, она красивая, интересная Я ее запомнил, вот хочу с вами поделиться В один замечательный день в одной семье в этой деревне родился мальчик Родители были счастливы Отец скакал на коне До всех своих родственников Он до каких мог доскакать Чтобы коня не загнали И у соседей в этот же день тоже родился мальчик В этой деревне было счастье Неимоверно большим Праздновали долго и так долго Эти пацаны росли вместе Они были как братья Хотя они по кровям никак не соединялись У них были одни сопли на двоих Одни игрушки на двоих Одни радости на двоих Вместе они научились читать Потом писать Потом тырчик заводить Они все привыкли с собой делить Всегда И каждый друг другу уступал Время шло И пришло время Они повзрослели И пришло время любви Соответственно В этой местности жила принцесса Они оба в нее влюбились Вот А поделить как? Никто не может другу перейти в дорогу, да? В гормон там играют Вы изначально сделали ошибку Разговоры Вы сказали Они оба друг другу уступали Да И они очень В детстве когда растут Друг другу не уступают Нет Они были до такой степени Единым целым И друг другу помогали Это Кавказ Они были одной женщине Да Это в частности Подождите Потом будет Давай Они очень долго Не могли прийти к ней И потом решили Вместе пойти Говорят Давай мы вместе пойдем Пусть она выберет Кто Кто из нас Будет Как бы ее сватать Вот Приходят Говорят Так и так Там жизнь Душу Сердце Все для тебя Она говорит Замечательно Говорят Вот ты видишь Вот эту вершину Подожди там костер И когда зайдет солнце Ты отпустишься Я скажу тебе Твой ответ И вдруг ушел Тварь Я же не пошел Здоровый друг Да ты видишь Вот эту вершину Он говорит Да Поднимайся на эту вершину Разжигай костер На вершине Когда зайдет солнце Ты отпустишься Я скажу тебе Твой ответ Сейчас я буду прав Вот Второй друг Поднялся на вершину Там горит костер Здесь горит костер Они сразу поняли все Проходит час Два костра горят Два часа Два костра горят Третий час Смотрит первый друг Этот костер Начинает стукнуть 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 Он бросает слой Спускается Поднимается Сюда подбегает Друг спит Он не стал его возбудить Он просто стал собирать дрова И кидать в костер Дрова И когда первые лучи солнца Уже стали Вершину облизывать Он подкинул Еще дров И спустился первым Приходит к принцессе Вот Спускается через какое-то время Тот друг Который проспал И она вышла замуж За того Который проспал Я хочу каждому из вас пожелать Таких друзей не может быть много Но чтобы у каждого из вас Был такой друг Который может Бросить свой костер Когда тебе нужно Прийти и бросить дрова В твой костер Я бы ее бросил На первом перевале Это все Это капитальный Ты сначала записал Прощелкал женщину Я бы сразу решил Не, братан Вы живете там На Волге У вас женщина больше, чем мужчина Мы тут кричи записываем А там одна женщина После раков Кальянчик И переходим к шашлычку Эх, не снимает у меня камера ночного неба Утро начинается с арбуза Арбуз хороший, без косточек В этом горшке что, проверяю Мама проснулась в обед Олег начинает готовить плов На природе Я такого не видела Смотрите Андрей, убирай Пьем по весам Только так Больше не нельзя Все, все, все Убери Ставит контейнер И сколько надо моркови Это на вес мяса Или что? Да И вот сколько? 6 килограмм мяса у тебя? Не, он на кого На 2,5 грамма Баранин А, на рис, да На 30 грамм И сколько моркови должно быть? Не чищена Где-то возьмем килограмма 3 Да! Килограмма 3 А лука? Ну, почистится Не, лука совсем чуть-чуть Лука совсем чуть-чуть Ну, это еще не все Андрей, иди приподними мне эту крышечку Давай, пожалуйста Снова, если приподниму Но Это еще Мы даже не приступали Есть Да, это мы еще Желатыни наполнили 3-4 Давай, 3-15 Давай Пау! Это у нас соляночка Целый казаняка Что-нибудь называется Позавтракали арбузом Соляночка на обед Но Олег уже приступает Приготовление Смотрели? Да, посмотрите Я завидую Это вообще Это, конечно, находка Такой повар в коллективе Вечер Звездочки Кальянчик Закат Отработали Олег готовит Зиробарбарис Черный рис Эх, перчины эти как Мое Как они называются Чесночок Красота Андрюха Сними меня напоследок С экспертами Я больше Я к вам не приеду Я к вам не приеду Я к вам не приеду Держи Здесь, здесь, здесь Я не понял Подождите Напоследок Вы наскорчить хотите? Все До свидания Пацаны Сними меня напоследок Смертами Знамя Знамя Опущено Состязания Поперепел Закончены Модный пьедестал Ну все Айда-райда Я не снимала уже Вот он Легендарный дуб Все здесь и мы Можете поставили Сметр 41 собака Можно Я такая 41 собака Поменьше Чем в прошлый раз Было Много Много собак Гонало Птицов Что сняли Да Да 1-3-3-3 Мало Птицы Плохо Да Вадим Много Много Опять плохо Много Опять плохо Да Когда же Это золотая середина Ну давай Заканчиваю Сегодняшнее видео Хозяин Который Нас всегда Приглашает И организовывает Вадим Фамилию Вадим Не знаю Фамилию Ну не надо Вадим Ну и все Да Давай Все Спасибо тебе Громодное Громодное Пригромодное Да Каждый раз Говорю Больше Я не приеду И опять Я здесь Но я сегодня Приехала С грибным ножиком Думала Меня и по грибы Сводят И на сопку И увы Меня никуда Не сводили Опять все Здесь Столкутся Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры